Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, а это значит воскресная рубрика! Том видео в неделю, где я беру ваши вопросы относительно веры, отношения с Богом, Священно-Писаний и наш общий с вами христианский путь, и стараюсь в мере своих каких-то знаний, мудрости, жизни, опыта и знаний Священного Писания, если не супер углубленно, хотя бы поверхностно ответить на них. Сегодня у нас 25 декабря, и для каких-то западных папистов, католиков, протестантов это даже Рождество. В моей семье мы справляем Рождество с 25 по 27, 25 число у нас как бы наша частность семейная, а 7 у нас общая церковная. Поэтому я вас в ваших семьях поздравляю с началом праздничного сезона, и вы вот так же можете меня поздравить. О чем в таком высоком празднике можно поговорить? Ну, вы знаете, что вот уже почти что полторы тысячи лет заведена такая привычка в Рождество дарить подарки. Поэтому о чем можно поговорить в начало Рождественского сезона, как о деньгах? Поэтому сегодня у нас есть 5 вопросов, именно связанных с верою, отношения верующего человека к деньгам, финансам, и там, и там биткоинсы, и все на свете. Поэтому без дополнительных слов, воскресная рубрика о деньгах. Первый вопрос задает Юрий Юрьевич. Он спрашивает, как верующему человеку лучше относиться к деньгам, или вернее, лучше слушать про деньги. С верою, с недоверием, с любовью или со страхом Божьим. Юрий Юрьевич спрашивал конкретно про то, как верующему человеку слушать про деньги. И я немножко перевернул этот вопрос, для того, чтобы ответить, как мне кажется, на то, что на самом деле скрывается за этим вопросом. Вопрос не в том, как мы должны слушать про деньги, а как мы должны, в принципе, к ним относиться. И это интересно, что Христос, когда в четырех Евангелиях рассказывают притчи, больше всего говорит притчи о деньгах. У него очень много примеров как раз о сокровищах, о монетках, о тех, о имуществах, так или иначе, оставленных под управлением. Почему он это делает? Потому что для нас, для жителей на этой планете, деньги, о имуществе, на свое состояние, ну, очень близко к нашему сердцу. Именно поэтому Христос говорит, где ваше сокровище, там и сердце ваше, а не наоборот. Мы бы хотели верить, что на самом деле сердце или местоположение наше сердце определяет наше сокровище. Допустим, мы ценим свою семью, потому что наше сердце там, или мы ценим свою родину, потому что она у нас в сердце. Но на самом деле, где наши деньги, с какой стороны намажен наш хлеб, кто платит музыку, так и заказывает эту музыку. Поэтому очень важно понять, какое отношение должно быть у верующего человека к деньгам. И Юрий Юрьевич говорил, что есть четыре варианта, я их все отметаю. И говорю, что то, как мы должны относиться к деньгам, Христос определил в Нагорной проповеди. Не переживать. И вы можете сказать, легко сказать, сложно сделать, и это правда. Но Христос увещевает нас не волноваться, не переживать, не заботиться, если использовать слово, которое есть в синодальном переводе. Не заботиться, не переживать, не навязывать себе вот эту мысль постоянно, что нехватка, нехватка. А наоборот, тренировать себя духовно, чтобы доверять Богу. Доверие Богу не значит относиться халатно к деньгам. Христос неоднократно говорит в своих притчах о том, что за то, как мы будем управлять нашими талантами, минами, ресурсами, другими словами, на земле будет спрос. И поэтому мы должны управлять правильно. Мы должны иметь мудрость в своем управлении. Но деньги все-таки это средство для достижения цели, а не первоначальная цель. И это самое важное отношение к деньгам. Мы должны иметь, во-первых, конечно же, страх Божий, понимать, что деньги это не наша цель, и не делать из них золотого истукана или идола. Мы должны, как Христос говорит, прежде всего искать Царство Божие. И тогда все остальное, то, что нужно, обязательно приложится. И как говорил апостол Павел, я научился быть довольным во всех обстоятельствах жизни. И в изобилии, и в скудости, и в ноготе, и в голоде, и в сытости. И поэтому мы тоже должны тренировать свое духовное состояние, что бы ни случилось с нами, мы имели бы чувство удовлетворения и не переживали за завтрашний день. Осознавая, что Отец наш Небесный заботится о нас. Но при этом не списать в себя ответственность управлять теми ресурсами, которые Он же, этот же Отец, нам дал. Видите, самое важное для Отец Небесный не в том, чтобы мы нагребли огромные горы, золотые горы, огромные дома или еще что-то. Но чтобы наш характер был похож на характер Христа. И Христос бы не стал относиться к своему имуществу халатно. Он бы не стал его просто транжирить или ломать, или истощать ее. Он бы его использовал правильно. Как раз можем обратить внимание на притча талантов, притча мин, притча виноградник, который нанимает работников работать в своем винограднике. Всегда Христос выставляет себя как хороший хозяин, который требует отчет за правильное управление. Но тут ключевое слово «правильное». Поэтому первое отношение к деньгам, это должно быть с доверия к Богу и не переживание о деньгах. Но при этом понимать, что на моих плечах ложится ответственность, чтобы правильно управлять. Второй вопрос. Пользователь-человек спрашивает, а халявная прибыль на биткоин не является грехом? Во-первых, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять, что все схемы быстрого нажива, они исходят из грешной мотивации, грешного побуждения, грешной природы. Но здесь нужно понять, почему это так. Потому что, когда я хочу ни заранее на чего, никаких последствий, хочу просто обогатить себя, то я являюсь центром. Я мне мое. И мне без разницы, что там будет дальше с клиентом, что будет дальше с этим товаром или идеей, которые я ему впихнул. Хоть трава не расти потом, важно, что я себя обогатил. И вот это отношение, оно может работать для отдельно взятых личностей, но если все будут так относиться в общество, все общество будет материально просаживаться, будет общее обнишение. Здесь важно понять, что когда я прихожу как христианин, да и вообще просто как человек, в том, чтобы совершить какой-то обмен, купить или продать что-то, я хочу на самом деле дать равносильный обмен, сделать равносильный обмен. Потому что все богатство мира, то, что мы называем материальные благи, на самом деле львиная доля у нас в голове сидят. Не то, что прямо вещь имеет цену саму себе, но как мы его оцениваем. И поэтому уровни благосостояния общества зависели в новом от того, как мы к этому относимся. Если ты вырос яблок, я там, не знаю, делаю сыры, и у тебя есть много яблок, ты принес мне там ведро яблок, и ты хочешь поменяться со мной на головку моего сыра. Ты хочешь сыр больше, чем ты хочешь свои яблоки. Я хочу твои яблоки больше, чем я хочу свой сыр. Мы оба в этом случае желаем лучше своему ближнему. Я хочу, чтобы ты получил то, что ты хочешь, и ты хочешь, чтобы я получил то, что я хочу. И таким вот образом мы проявляем даже в обмене любовь к ближнему. Когда я прихожу в магазин, я на самом деле не хочу, чтобы мне все отдали бесплатно. Я прекрасно понимаю, что люди трудились, и труждаешься достоин своего пропитания. Что я хочу? Я хочу, чтобы меня не обманули, чтобы мне не дали товар, который сломанный или просроченный. И я также не хочу давать цена такая низкая, что люди не смогут, ну, грубо говоря, заработать хотя бы то, что они в это вложили с небольшим прибыльем для их жизни. Ведь я тоже получаю прибыль, когда я покупаю то, что я хочу. Я хочу эту вещь больше, чем я хочу тех денег, которые у меня есть. И эти равносильные обмены делает общество лучшим. И когда мы совершаем подобные равносильные обмены, мы заботимся о своем клиенте, и клиент заботится о продавце, и это дает всем настоящий хороший рост в благосостоянии. И как это относится к халявной прибыли на биткоин? Я вам сейчас объясню. Когда человек торгует или, так называемо, играет на биржах просто для того, чтобы выцепить сегодняшнюю секундную, семиминутную выгоду, он вообще не думает об этой корзине товаров или об этой криптовалюте или об этих акциях на акционерных рынках в долгий срок. Он на самом деле имеет потребительское отношение к данному корзину товаров. Он просто хочет свою урвать, хоть травин не расти и потом, как в предыдущем примере. Ему без разницы, если эта компания провалится. Ему без разницы, если эта криптовалюта на самом деле стабильна или нет. Ему просто интересно вовлечь как можно больше людей, получить с них какое-то деньги, какое-то имущественное благо и кинуть их, и без разницы. Именно поэтому я говорю, что если вы видите какой-то технологии, какая-то потенциальная вещь, которая может быть и будет пользоваться большим спросом в будущем, вложиться в него сегодня и держать ее до того момента, когда люди не захотят его сами купить. Никто не заставляет никого под угрозой жизни и смерти покупать биткоин. И никакого принуждения здесь нет. Я покупал их, когда они стоили и 600 долларов, и 10 тысяч долларов, и 30 тысяч долларов, и 50 тысяч долларов, потому что я в них верю как долгосрочный инструмент для экономического обмена. Точно так же, как я верю, что автомобиль может мне пригодиться через 2-3 года, и поэтому я его сегодня покупаю. Здесь нет, в кавычках, халявной прибыли. Здесь есть то, что ты используешь, берешь свои хорошо, тяжело заработанные кровью и плотью деньги, вкладываешь их в какой-то товар, который ты, надеешься, будет пользоваться спросом в будущем. И в будущем, через 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, человеку, который нужен будет этот товар, может прийти к тебе и получить его. И получить его, потому что он хочет этот товар именно при такой цене в будущем, больше, чем он хочет свои деньги, которые у него есть в кошельке. И поэтому здесь мы опять совершаем равносильный обмен. То, что правильно вопрос заданный, человек, который задавал вопрос, то, что он правильно подчеркивает, это то, что желание быстрого нажива, быстрого обогащения, она всегда влечет за собой потребительское отношение к окружающему миру. И она делает нас всех беднее. Поэтому независимо, если ты вкладываешь свои деньги, инвестируешь в акциях, или в биткоинсах, или в сыре, или в ферме, всегда нужно думать о том, как я могу относиться с любовью и с правильным отношением к тем клиентам, к тем людям, которые будут пользоваться моим товаром. Дальше. Третий вопрос. Джасос, а как насчет Псалом 15 глава, 5 стих? Кто не отдает свое золото и серебро в рост и не принимает дары против дивинного, тот и поколеблется вовек. Часто этот стих приводит в пример, как не надо давать деньги под проценты, то есть не надо давать займы или долги под проценты. Иногда даже говорят о том, что на основании этих стихов нельзя класть деньги в банк под проценты. Важна здесь опять же суть вопроса, саму духу, что старается здесь закон нам сказать. Христос говорил, что весь закон и все пророки висят на двух заповнях. Первый из них это любовь к Богу, второй из них это любовь к ближнему. Почему давать деньги под проценты это плохо? Потому что ты таким образом превращаешь своего ближнего просто в сыровой предаток для себя. Ты дал ему денег, да, это хорошо, но ты ожидаешь деньги обратно с него получить и еще заработать с него, ничего особо взамен ему не давав. Нету здесь хорошего замена, нету здесь равносильно обмена. И еще в Священном Писании прекрасно понимают, что когда мы берем там, мы берем чужое, отдаем, отдаем свое. И как я сказал в предыдущем ответе, львинная доля богатства, как мы его понимаем, материальные благи на земле, здесь в голове. И таким образом ты делаешь человека, можешь сделать его беднее, давая ему деньги, вот, и получая от него проценты. И это твое отношение к делу, да, ты просто смотришь его, как дой на корову, которую ты будешь доить. И его отношение к делу портит. Поэтому здесь Писание остерегает нас от подобных вещей. Давайте быстренько разберемся с банками. Когда Писание писалось, когда псалмы писались, деньги были твердыми. Золото и серебро, об этом как раз и говорится. Современные деньги немножко не то самое, что было золото и серебро. Они имеют некоторое свойство к порче. То есть каждый год, что ты держишь рубля у себя в кармане, он портится. Это свойство портится, называется инфляция. И по большому счету, когда ты кладешь деньги в банк, и он платит тебе там каких-то скромных 4-5-6 процентов, это еле-еле покрывает инфляцией. И даже часто не покрывает инфляцией. Здесь я не вижу никакого проблемы в том, чтобы давать, вложить деньги в банк, даже под проценты. Потому что, опять же, здесь цель-то не заработать, а просто чтобы эти деньги не испортились. Это то же самое, что ты дашь человеку ведро картошки, и через год он отдаст тебе ведро картошки. Ну да, какие-то из них испортились, он их отсортировал, положил обратно и вернул тебе твое. То же самое здесь с мелкими процентами, просто для того, чтобы покрыть инфляцию. Здесь очень важно понять, что евреи, которые очень серьезно относились к исполнению законов Божьего, они придумали современная экономика, по большому счету, обосновываясь на этот стих и другие стихи, которые говорили о том, чтобы не давать людям деньги в рост. Вся современная экономика стоит в основном не на займах и кредитах, а на инвестиционных инструментах. И разница между инвестицией и кредит как раз скрывается в том, что когда я человеку даю деньги в кредит и прошу от него процент, он несет весь риск. Независимо, что произойдет с ним, корабль его утонет или урожай он не получит, он должен мне везти деньги плюс проценты за то, что я не пользовался своими деньгами, а он пользовался. Но инвестиционный инструмент это давай пойдем в дело вместе. Я дам деньги, ты дашь труд, а поделим прибыль пополам. Если дело не состоится, то мои деньги прогорели, твое время прогорело, мы имеем некие равносильные участия. И я не превращаю своего человека, который получил от меня инвестиции, я не превращаю его просто в односторонную дойную корову. Я несу риск вместе с ним и вместе с ним озабочен о выгоде нашего предприятия. В случае с кредитором я стою как рабовладелец над рабом, а в случае с инвестором мы как сотрудники в деле. Поэтому в целом, да, давать деньги в рост это плохо. И те, которые не поступают так, почему они не поколеблются вовек? Потому что общее благосостояние их общества будет подниматься, и они будут твердо стоять и перед Богом, и перед ближним, и в долгосрочном материальном благе. Четвертый вопрос. Justice, как быть, если я нахожусь в общине, ну или кто-то находится в общине, где он хорошо зарабатывает, где у него есть материальные благи, но его окружают другие братья и сестры, члены церкви, которые нищие. Как быть с имущественным неравенством в собрании? В Новом Завете есть принцип, как я уже говорил в предыдущем ответе. Это принцип любить Бога, и то, как я люблю Бога, показано или доказано, или проявлено, то, как я люблю своего ближнего. И один из первых методов, как мы проявляем любовь к ближнему, это через каких-то материальных благ. Если мы готовы разделить с ним кусок хлеба, или посадить его за свой стол, если мы готовы пройти с ним некой поприщей жизни вместе, или говорим, слушай, дружише, моя хата с края. Послание от Иакова. Автор говорит нам, что если в нашем собрании зайдет человек с золотым перстом, в хорошем одежде, мы скажем ему, вот, садись здесь, рядом со мной, возьми в вид место на первом ряду, и так же задает какой-то нищий, который плохо одетый, немножко от него не совсем благоухает, и мы скажем, вот, твое место там, у ног моих, или там, на задних рядах, на балконе, то разве мы не стали злыми судьями со злыми помышлениями в своем сердце? Иаков также говорит, что если ты видишь брата твоего в нужде, не имеющего, ни в новом пропитании и одежды, то обязательно нужно ему помочь. Слово, которое используется в Новом Завете, в греческом языке, которое говорится про одежду, это буквально, в прямом смысле, это кровли или кровь, да, то есть то, что тебе нужно, чтобы защитить тебя от природных условий. Поэтому можно было сказать, что минимальное требование к нам, минимальное требование к нам, это то, что когда мы находимся в собрании, в какой-то общине, когда мы называем вот это моя группа, моих ближних людей, которые находятся в церкви, если я знаю, что кто-то недоедает, если я знаю, что кому-то не в чем одеться, или что у них реально негде жить, я обязан, я обязан перед Богом восполнить эту нужду. И обратите внимание, что в Новом Завете нигде, нигде не дает конкретное ущемание, что вот 10% дал, и спи спокойно, да. Так слушай, вот, пусть церковь заботится, я вот 10% кинул в ящик, я зарабатываю там, я не знаю, там, миллион рублей, вот я 100 тысяч кинул в ящик, пусть там все заводятся, а нищих и все. Нет, нет, Священное Писание говорит, ты видишь человека в нужде, заботиться об этом человеке. И это один из тех причин, почему церковь так важна. Потому что сердце человека лукавое и крайне. А кто мой ближний? Ну, как минимум, твои братья и сестры, как ты называешь братья и сестры, на собрании, как минимум, эти люди, они 100% твои ближние. Может быть, не все люди мира, может быть, не все погибавшие детей в Африке, может быть, не все голодующие детей, там, в Южно-Восточной Азии, может быть, не все они мои ближние, потому что на самом деле, они не так еще и близко ко мне. Но как минимум, вот, у меня есть ограниченный круг общения, который называется церковь. И как минимум, опять же, я не говорю про супер, там, полеты в благочестье, я говорю про минимальные, да, они точно мои ближние. И если я имею отношение к ним, что, а, фу, вот этот там нищий человек, там, вот этот бомж, пришел к нам на собрание, я не буду там с ним рядом сидеть, и тем более не буду ему помогать. Друзья, это лукавство и это ужас в нашем сердце. Поэтому, ты можешь сказать, но если таково состояние дела, если так обстоят дела, то быть богатым в церкви опасно. И именно поэтому написано, что немногие сильные, немногие мудрые, и немногие богатые мира всего войдут в царство небесное. И пятый, и последний сегодняшний вопрос, и, конечно же, мы не можем сделать целое видео по поводу отношения христианин к деньгам, без того, чтобы поднять этот вопрос. Должен ли христианин платить десятину? Если да, то куда? Во-первых, нужно помнить о тех принципах, которые мы говорим с самого начала этого видео. Во-первых, первое отношение человека-христианина к деньгам должно быть на основании доверия к Богу. Что я доверяю Богу, что он позаботится обо мне. Да, я не отношусь халатно к своим средствам, к своим финансам, к своим ресурсам, так же, как я не должен относиться халатно к своим, к своей здоровье, или, допустим, к автомобилю, который у меня есть, или любой другой инструмент, который я располагаю. Но должен относиться правильно к нему. Но и при этом иметь доверие к Богу. Второе отношение к деньгам. Любовь к ближнему должно лежать в основании все, что мы делаем. И поэтому, когда мы разговариваем про десятину, мы должны разговаривать о десятине как раз в этом контексте. Как я сказал в предыдущем ответе, в Новом Завете нету конкретного прямого ущевания или заповеди о том, чтобы мы, как христиане, платили десятину. Есть заповеди о том, чтобы мы заботились о нуждах ближних, чтобы мы были готовы отдать вплоть до всего, чтобы о них заботиться. И это очень важно понять. Десятина в Старом Завете в законе Моисея стоял как некий нижний порог. Нельзя давать меньше, чем это. И если ты меньше, чем это даешь, то ты не справедлив и неправеден перед Богом. Это никогда даже в Старом Завете не было предел. Можно было давать больше, но нельзя было давать меньше. И хотя у нас в Новом Завете нет такого закона, я, как, я не знаю, священнослужитель, никого не буду отлучать от собраний или выгонять для того, что они не платят десятиной. Но я скажу, что если человек не жертвует регулярно своими средствами, своей зарплатой, своими доходами, он не прав перед Богом. У него есть проблема в своем сердце. Не в том плане, что он совершает какой-то конкретный грех, а в том плане, что у него есть А. Недоверие к Богу относительно своих финансов и Б. Нет любви к ближним. Поэтому давайте разберем, как того, чтобы платить десятину, помогает нам выработать доверие к Богу и как она помогает нам выражать любовь к ближним. Во-первых, когда я делаю любое пожертвование, это немножко неудобно. Я, ну это же мое, тяжело заработано, у меня были на это средства, какие-то свои планы или наоборот, я боюсь, что не хватит на следующий месяц. И поэтому любая жертва, она требует от меня доверия к Богу, что я доверяю ему, что все-таки все будет хорошо. И здесь, если мы говорим, что десятина это не закон, в любом случае это хорошая рекомендация. Если я должен управлять, упражняться в доверии к Богу в сфере своих финансов, ну с чего начать, десять процентов это хороший, хороший начальный порог для каждого человека. Во-первых, потому что это немножко больно, а с другой стороны это выносимо. В принципе, каждый человек может дать десятый час своего дохода, и при этом он не обнищает. Почти что все. И поэтому это, с одной стороны, требует от тебя на самом деле жертву, это больно, но это выносимо. Ты можешь в принципе это сделать. Еще одна причина, почему иметь фиксированная какая-то процентная ставка, так скажем, 10-10 процентов на доходы, это хорошо, это потому что сердце крайне лукаво. Ты можешь найти миллиарды аргументов, почему именно в этом месяце, именно по поводу этих доходов, именно по поводу этих прибытков, ну не надо жертвовать, и нет смысла, и нет нужды, и так далее, и тому подобное. На самом деле это просто лукавое человеческое сердце, которое находит отговорки не жертвовать. Далее, через то, что я даю десятину или пожертвование в церкви, я проявляю заботу о ближних в несколько разных этапах, или в некоторых разных степенях. Во-первых, Павел говорит, что труждаешься достоин пропитания, если ты трудился целый день на чье-то поле, и приходишь к нему, это справедливо, чтобы он с тобой рассчитался, если ты нанял человека для того, чтобы он построил тебе дом, справедливо, чтобы ты ему дал деньги за эту работу. Если ты приходишь в церковь, и там есть священнослужители, люди, которые трудятся, и на самом деле это большой труд, собрать общину, сделать, чтобы атмосфера была хорошая, ответить на духовно-душевные нужные потребности людей, как апостол Павел говорит, если вы получили духовно, то дай физически. Опять же, это вопрос обмена, точно так же, как во всех других товарах. Поэтому первая причина это то, что ты проявляешь любовь к тем, которые организовывают это собрание. И понятно, если человек вчера покаялся, никто с него ничего не требует, и в принципе никто никогда не должен требовать ни с кого. Как Павел говорит так же, доброходно дающий любит Бог. Но важно понимать, что если ты достиг определенной зрелости духовно, иметь зрелое отношение. Понимать, что труд это труд и хорошо его вознаградить. Второй этап или второй уровень забота о ближних через десятину именно в церкви это в том, что, друзья, мы все пользуемся церковным зданием, церковное какое-то имущество, хотим делать какие-то праздники, чайпитие. И если я имею некое небольшое состояние, даю десятину в церковь, то церковь может устраивать эти мероприятия бесплатно. Она может предоставлять эту площадку для, на самом деле, нуждающихся людях. И спокон веков, из самого глубокой древности в каждом церковном служении было какое-то трапеза, так называли его трапеза любви после собрания, когда любой человек мог прийти и покушать, получить необходимое для своего тела. И это очень здорово, это сближает вся община, и также дает людям возможность пообедать бесплатно, может быть, он на самом деле нуждается в этом. Поэтому это не только вознаграждает служителя, но это также помогает нам построить что-то общее, чтобы дать тем, которые, которого не имеют что-то, возможность участвовать хотя бы здесь, в этом пространстве бесплатно, в нашем супер меркантильном мире, где за все нужно платить, здесь есть место, где в принципе с тебя не спросят, но для того, чтобы это существовало, мы все как взрослые люди понимаем, что кто-то же должен платить. Третий этап, как десятина помогает нам, дисциплина, практика духовная, платить десятина помогает нам любить ближнего, это через эффект житницы. Если в церкви будут излишные средства, они будут складироваться в житнице, так называемой житнице Господне. Есть некие банковские счеты, определенные возможности накапливать, сберегать свои какие-то средства. И это здорово, когда есть какие-то излишества в церкви, которые могли бы использоваться, чтобы восполнить нужды, острые нужды людей. Допустим, вообще какой-то пожар, кто-то сгорел, кто-то попал в больницу. Есть возможность помочь этим людям в этих случаях. Кто-то умер, нужно проводить похороны и еще что-то. Церковь может ответить на эти нужды, которые появляются непланово, как форс-мажоры, как обстоятельства из ряда выходящего. И иметь возможность как собрание, как церковь скороспешно ответить на нужду находящихся в собрании люди, это прямо очень хорошая вещь. Но это зависит от каждого члена собрания, чтобы они давали что-то каждый раз, чтобы покрыть минимальные нужды собрания и чтобы было еще излишки. В завершение этого вопроса я бы хотел подвести итоги. Десятина это не является законом в Новом Завете. Но тебе как христианину, чтобы иметь правильное отношение к деньгам, ты должен практиковать доверие Богу. И иметь дисциплину Десятина это очень хорошее средство, как отрабатывать именно эту доверие. И также Десятина помогает нам по жертвованию в целом, Десятина конкретно, помогает нам заботиться о ближних, о служителях, которые нам служат, об общине в целом, потому что мы не хотим быть только потребителями, но и также соучастниками в этом деле и также нищих людей, которые могут появиться в нашем собрании внезапно, там, ни от тюрьмы и от сумы не отрекайся. Но даже если ты дал Десятину, даже если ты мега дисциплинирован в этом вопросе, и рядом с твоим домом появился человек, может быть даже не из твоего собрания, который нуждается в ежедневном пропитании или одежды, не затвердай своего сердца, потому что это и есть вопрос, что это не закон, это не закон, это принцип дисциплины, это принцип духовного роста. И поэтому даже если ты дал Десятину в церковь, даже если ты дал, не закрывай свое сердце от нужды твоего ближнего. И даже не обязательно быть законником в этом деле, если в этом месяце твой сосед потерпел какой-то потоп, и ты ему дал 10 тысяч или 5 тысяч на том, чтобы ремонтировать, ну да, это может сочтиться, так скажем, как Десятина. Вопрос здесь не в том, чтобы вот строго-строго-строго соблюсти, а в том, чтобы была регулярно дисциплинирована в твоей жизни пожертвование. Я сильно советую хотя бы как минимум начинать и брать как базовое минимум Десятина из всех твоих прибытков, из всех твоих доходов в церкви. Но это только начало, Бог будет развивать в тебе щедрость в этом вопросе, во всех остальных отношениях. Последнее, последнее, что нужно сказать о пожертвовании о Десятина. Друзья, пожертвование Десятины меняет твой собственный взгляд на жизнь. Когда ты не имеешь практика ежемесячная как минимум даяния, ты смотришь на мир как потребитель, где бы рвать, ты имеешь мышление нищеты. Когда ты щедро даешь постоянно, когда у тебя есть некая привычка щедро даяния, ты формируешь свое мировоззрение, свой глаз, что в мире существует изобилие. И так или иначе изобилие есть в этом мире. Нам нужно просто его увидеть. И очень часто проблема в том, что мы нищие сами, это в том, что у нас есть нищенский взгляд на жизнь. Поэтому любовь к Богу, любовь к ближнему и даже может быть мелкая доля заботы о своих собственных финансовых обстоятельствах могут побудить к тебе к тому, чтобы быть хорошим даятелем. Друзья, и на сегодня это все. Надеюсь, что вам было полезно, познавательно, может быть, даже чуть-чуть увлекательно. Пожалуйста, если ты нашел ответ на какой-то свой вопрос, который тебе помогло посмотреть на жизнь по-другому или внедрить какую-то новую духовную практику в твоей жизни, поделись с другом. Это будет очень хорошо, я надеюсь, что ему тоже это поможет. Пусть вас, Господь, благословит. Имейте доверие, прежде всего, к Богу и имейте любовь к ближнему. И пусть эти две принципы освещают все ваши отношения не только в деньгах, но и во всем, что происходит под этими небесами на этой прекрасной Господней земле. Субтитры создавал DimaTorzok